А здесь вот мы уже подходим к берегам Сосновки. Любят отдыхать очень местные в этом районе. В основном все местные именно предпочитают отдыхать здесь. Либо на тонком мысе, либо голубая бухта, голубая бездна. Вот в сторону Динаморска идем. Сейчас будем проплывать мимо Нудийского пляжа. Всем добрый-добрый день. Сегодня отправляемся по Геленджику. Сейчас в направлении двигаемся в Тонкого мыса. Мархотский хребет во всей своей красе. Геленджик. Крест, кстати, новая достопримечательность. Попробую приблизить, показать. Нет, с Каву Парусом мы не будем. Мы с другим маршрутом сейчас действуем. А, там будем, да? А, ну вот, это офигенные, кстати, красивые виды. Оттуда посмотреть со стороны моря. Так что мы снимем оголоденный контент. Юляшка, ты довольна? Мы двигаемся на катер, как называется. Это катер или как правильно? Лагуна. Лагуна, да? Катер. Судно. Более подробный репортаж в канале. Следуй за нами, путешествуй с нами. Друзья, мы отправились на рыбалку с центрального причала Геленджика, но по пути зашли на северный причал и взяли еще людей и отправились уже в открытое море. Есть возможность не только поплавать в открытое море в сезон, но и также встретить дельфинов. Вот так вот и плывем. Нет, не плывем, конечно, как моряки говорят, мы ходим. Ходим, говорит. Да поувидите вы нахрен. На рыбалочку, на рыбалочку в открытое море, поймаем пеленгас, возможно, черноморскую акулу катран, если повезет. Ну и кефаль, насколько известно, хорошая очень рыба, вкусная, полезная и питательная. Да, Колян, какую рыбу будем ловить? Ставриду. Ставридку, да. Это будет круто. А еще поймать черноморского бычка, или как его называют? Барабуля, барабуля. Вот это было бы вообще замечательно. А в открытое море, короче, направляемся толстому мысу, так называемый у нас маяк, маяк. И новые набережные заодно посмотрим. Этого проплываем мимо нового района Геленджика, Черноморская. Ресторан, забыл, как там называется, ресторан. А здесь вот мы уже подходим к берегам Сосновки. Любят отдыхать очень местные в этом районе. В основном все местные именно предпочитают отдыхать здесь. Либо на тонком мысе, либо Голубая Бухта, Голубая Бездна. Вот, в сторону Динаморска идем. Сейчас будем проплывать мимо Нудийского пляжа. Встреча с дельфинами нам не удалась пока. Может быть еще? Может еще попадутся? Там новый набережный. Понятно, где этот, маяк. Да, где за маяком, там новая набережная. Там, где дама с собачкой. Щехова. Это ядовитая рыба, да? Дракон, да? Да, дракон. А, она ужалит, да? Все, фанат. И тогда надо МЧС будет вызывать. А что, яд прям, рука распухает, да? Там вообще тогда больница. Да, вот такое судышко. Так, там немножко неумрано. Вот. А так чайку, в принципе, сваргать, никого бы неплохо попить. Там теплее гораздо. Теплее. Топоте, а ты ухо проследишь. И обязательно, ребятушки, берите с собой теплую кофту, а лучше две. Даже если на улице жарко, погода может резко измениться. Что с нами и произошло. В открытом море было значительно холодней, и мы сильно замерзли. Благо, нашлось у матроса Сергея запасные куртки. Колян. О, молочина. Три штучки, по-моему. Нет, две. Две штучки колян. Сновидка. Вот так вот и тусим здесь в открытом море. Друзья, мы отправились на рыбалку по приглашению нашего знакомого. Он владеет катером и занимается организацией данных прогул в Геленджике. Если вас заинтересует, телефон будет в описании под этим видео. Сейчас уже отправляемся, короче, к берегу. Ну, уже наконец-то мы нападем к берегу. Под замерзли мальца. А это нас, ребятушки, сопровождает вот такая птица. Птица, чайки. Мы тут немножечко подкормили, и вот они теперь нас охраняют. Вот такая красотулька на фоне заката. Море, море, мир без... Еще, друзья, климатические условия Геленджика подходят не только для летней рыбалки. Сюда можно приезжать круглый год. Осенью, весной можно максимально насладиться атмосферой уединения. В отличие от лета, когда Геленджик переполнен туристами. Уже приближаемся потихонечку к берегу. Проходим мимо маяка. Райор Черноморец, Черноморская. Вся маячок маякнет нам. Вот она. Как-то так все происходит. Рыбку повалили. Ну, прям не особо много. Чуть-чуть совсем, ставридка. Надеюсь, будет вкусная. А на этом, друзья, все. А вы любите рыбачить? И какая рыба водится в Геленджике? Делитесь в комментариях вашими советами и впечатлениями о рыбалке на море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова